Всем большой привет! Сегодня у нас такая кучка посылок с Валберис. Будем вместе с вами смотреть. Здесь интересные есть товарчики. Так, давайте пока уберем. Начнем с самого неинтересного. Салфетки безворсовые. Здесь заявлено 1000 штук. Ну, проверять не будем, конечно, но на вид видно, что пачка такая прям толстенькая. Салфеточки плотные. Я такие аналогичные покупала. Они плотненькие. Посмотрите, какие они толстенькие. И они очень хорошо вытирают. То есть они мягкие становятся после того, как вы их намочили. И не оставляют действительно никакого ворса. Мне очень они нравятся. Вот попробую ее порвать. Смотрите, какие они плотные. Сложно. Кстати, маникюр выполнен на флешмоб у Яны. Канал Маникюр Авери. Она там делает флешмоб в своей группе в Телеграм. Именно белые ногти, чтобы были. И чтобы, если на них какие-то дизайны, они были обязательно белого цвета. Я долго думала, что придумать. И мне помог гель Бенуа, который я недавно показывала в распаковке. Я сделала им наращивание. То есть он полностью жемчужный гель. Как видите, рисунки такие жемчужные. Получаются разводы. Я сделала наращивание на верхних формах. Но с дизайном сначала протупила. Думаю, что же придумать такое белое. И нашла наклейку в виде вот таких вензелей. Здесь тоже вот такая же наклеечка. То есть они как будто нарисованы, эти вензеля. Но в то же время это наклейки. И смотрятся, я думаю, неплохо. Так что гель хороший. Он очень крепкий. И носится хорошо. Вот уже несколько дней прошло. Так, и поэтому решила вам сразу показать. Потому что я знаю, что этот гель как бы только новинка. И он еще не особо изучен. Но я уже проверила, протестировала. Делала до этого красным гелем наращивание. Тоже есть видео. Выкладной френч был. Мне они надоели, потому что они были очень длинные. И решила вот сделать вот такие более-менее короткие. И как раз в честь флешмоба вот такой дизайн. Так, ладно, все, отступили немного. Следующая у нас такая, тоже не особо интересная новиночка. Но покупочка вернее. В этом же магазине, где брала от Масуры. Недавно показывала вам гель-лаки. И там была по хорошей цене вот такой набор. По-моему, 113 рублей стоил. Не знаю, сейчас есть или нет. Это две жидкости. Ну, давайте достанем второй. Он аналогичный. Это для полигеля специальная жидкость. Вот, покажу поближе информацию. Как пользоваться. 100 миллилитров. Все хорошо запечатано. Тут должна быть... Да, тут защитная мембранка стоит. То есть защита от протекания. И на этой тоже. Ну, как видите, пришло в целости сохранности. Ничего не разлилось нигде. Замечательные флакончики. Так. И прям по хорошей цене урвала. Дальше. Дальше у нас набор фрезы. Заказала впервые такие. Это у нас от 10 Nails. В магазин. Я еще их не открывала. Решила взять синий насечкой. Я перешла, честно говоря, на них. Потому что с красной они с руками огородников не справляются. Руки сейчас у всех сухие. И красный делать нечего. Если только придет какая-нибудь молоденькая снежная кожица, тогда да. Там только красный, чтобы не поранить. Либо если слишком тонкие капилляры, слишком близко расположены к кутикуле. А так в основном у всех синий. Так. Посмотрим поближе на них. Я открывать сейчас не буду. Пускай они пока лежат новенькие. Потому что у меня еще есть те, которые я до этого заказывала у другой фирмы. Так. Ну и вот такой вкладыш. Листовочка. И в подарочек идет щеточка. Это очень приятно, когда еще есть подарок. На вид фрезы хорошие. И отзывы были на них хорошие. Но пока я их не проверю в деле. Я, конечно, не могу говорить, что хорошие они или плохие. Так. Теперь красоту я вам покажу. Заказала на первый, в первый, как говорится, раз. Вот такие вот интересные флаконы гель-лака. Посмотрите, какая красота. Я еще не знаю, как они по качеству, как они в носкости. Но взяла, можно сказать, из-за флакона. Производство Китай. Информация на флаконе есть. Здесь у нас срок годности. То есть в марте этого года изготовлены. И цвет заявлен на флакончике. Это очень хорошо, что можно видеть, каким цветом гель-лак. Так. Ну, по отзывам они там были. Написано, что жидковатый. Надо в два слоя. Но мы обязательно их позже протестируем. Вот такой взяла цвет, 139 номер. И еще один вдогонку. Он пришел попозже. Здесь у красный с блестками. С мелкими. Тоже посмотрите, какая красота. Фирма Кага. Или Кага. Тоже март этого года. Номер 117. Красивучий флакон. Со всех сторон. Прямо можно просто любоваться, разглядывать. Такая бабочка в цветах. Так. Ну, и здесь у нас вот. Ну, совпадает абсолютно с цветом флакончика. Цвет лака. Ну, такие красавчики. Не знаю, попробуем вот эти два. Если мне понравится, я, может, еще дозакажу еще. Они стоили недорого. В районе 80-90 рублей. Ну, на пробу, думаю, попробую два. Так, и еще у нас сегодня, тоже будем позже тестировать, два полигеля. От фирмы Эго. Мне понравился лак. Покупала гель-лак этой фирмы. Светоотражающий. Очень была довольна качеством. Пигментации лака. И увидела, у них же вот такие полигели. Здесь вся информация на русском языке. Изготовлена в Гонконге. Так. Объем 30 миллилитров. Это номер второй. А это номер десятый. Но должен быть один белый, другой розовый. Давайте посмотрим, где какой. Так, это у нас розовенький. Вот такой красивый. Ну, знаете, он не совсем особо розовый. Он такой больше бледно-бледно-розовый. И с красивыми такими золотыми частичками, блестящими. Так. И вот этот номер второй. Этот должен быть белый. Взяла для выкладного френча. Попробуем. Так, вход все идет. Вот если не можешь ногтями, идут вход зубы. Да, это прям плотный такой белый цвет. По-моему, он мелкозернистый. Ну, вообще такой прям плотненький. Классный. Ну, давайте попробуем сейчас. Где-нибудь выложим их на какой-нибудь не сильно шуршащий целлофан. Так. И как раз вот эту жидкость мы с вами сейчас и проверим. В деле. Здесь сначала надо мембранку открыть. Как раз я ее сейчас и понюхаю. Ну, пить не буду. Ну, запах, знаете, такой. Ацетона, наверное, больше. Много я, конечно, напорола сюда. В эту рюмочку. Так, ну, давайте попробуем вот просто на целлофановый пакетик. Мы на крепкость проверим, как он, этот полигель, он крепкий. Гнется, не гнется. Возьмем сначала белый. Такую достаточно хорошую капельку. Так. Окунаем кисточку. Так, где у нас салфеточка только что была? Вот как раз та же салфеточка, которую мы смотрели. Ну, знаете, он так выглаживается хорошо. Прям такой плотненький. Нежидкий. Довольно-таки густой полигель. Кисти не липнет. Ну, видимо, еще и жидкость имеет свое значение. Вот видите, я простым обезжиривателем, у меня бывает липнет тот полигель, который как бы и не должен липнуть особо к кисти. А этот вот хорошо. Разглаживаем. Такой вот приличный слой. И давайте сразу второй, чтобы нам уже заодно их просушить и посмотреть. Так, ну и этот. Сейчас вытру. Так, ну и этот давайте тоже. Ой, какой он красивый. Я думала, он более розовый. Нет, но он такой, знаете, с серебристым шиммером, и он очень красиво смотрится. На ногтях он, может, будет еще светлей смотреться, чем он вот сейчас. Толстый каплей такой. Так, ну и тоже он даже какой-то как перламутровый, что ли. Здесь я мало взяла. Давайте добавим. Чтобы уже наверняка попробуем просушим. Так, чтобы у нас потолще-то капелька была. Ой, очень красивый. Смотрите, какая красота. Прямо, наверное, после вот этих жемчужных ногтей попробую сделать полигелем вот таким. Так, все, сушим минуту в лампе. Пока сушится, вот жидкость прям экономичный расход. И она очень быстро испаряется. И знаете, вот в воздухе не воняет. Ну, то есть вот бывает вот жидкость от полигеля, запах такой прям стоит. Этот как-то нет. Есть запах, но он такой слабый, не сильно такой в нос бьющий. Вот, и она вот тут еще у меня поосталась. Я, может быть, обратно перелью. Ничего страшного. Так, ну и давайте проверим. Я попробую этой же салфетки, которой я жидкость вытирала. Кстати, очень горячие, очень горячие. Снизу вот пакет чувствуется. То есть будут печь. Это, конечно, не очень приятный фактор. Но сейчас чуть-чуть остынут. Потому что в любом случае они пока горячие, они будут гнуться. А вот мы дождемся остывания и попробуем их сломать. Так, ну что, приблизительно минутку я подождала. Они уже подсохли. Нет, жидкость эта с липкостью не справляется. Они липкие все равно. Давайте обычные протрем, чтобы у меня руки не липли к ним. Либо они к рукам. Так, отломим один кусочек, второй. Просушились хорошо. То есть видно, что нигде ничего. Так, ну и попробуем сломать. Согнуть, вернее. Согнуть, конечно, трудно их. Но чуть-чуть вроде что-то получается. Видите, немножечко есть как бы. Нет, они гнутся. Они гнутся и на сломе вот тут становится... О, все, сломался. Либо надо сушить дольше, либо слой толще. Ну, конечно, с трудом гнется, но и сломался он. Так, давайте теперь белый попробуем. Ну, тоже с трудом гнется. Видите, на сломе образуются вот такие вот белесые частицы. Это, конечно, говорит о том, что гель не настолько крепкий, жесткий. Вот, и вот он сломался. Ну, сломался тоже с трудом. Слой тонкий. Ну, с ногтями, я думаю, вы не будете такие махинации проводить. То есть вот так вот их слишком гнуть. Тем более здесь они у нас в ровном состоянии. А ноготь у нас имеет арку. А когда арка, уже сломать труднее. Поэтому, ну, я как бы рекомендую. Гель, по идее, очень жесткий. Но сломать его, да, можно. Ну, вернее, полигель, сказала гель. Гели, конечно, на мой взгляд, они более такие вот, как сказать, у них такая структура более плотная. Они схватываются молекулой лучше, крепче друг с другом. И гель сломать сложнее, чем полигеля. Полигель, он более рыхлый такой. Структура у него более рыхлая. Но в то же время, вот видите, что он ломается, конечно, с трудом. Гнется, поддается, ломается, но с трудом. Ну, вот гели до этого вам показывала. Гели сломать было сложно. Поэтому делайте выводы сами. Так, ну и давайте теперь попробуем вот эти лаки выкрасить. Снова достала свою ромашку начатую. Это все последние, которые мы с вами тестировали. Давайте теперь с этих. Значит, повторюсь, номер 139. Гель-лак называется Кага, Баба Яга. Так, и мы попробуем высушить, выкрасить. Этот, конечно, не очень совпадает. Ну, хотя, не знаю, может, он будет в высушенном виде так выглядеть. А тот прям вот один в один. Так, ну, как вы видите, он полупрозрачный в один слой. Но он не жидкий, как там писали, прям совсем жидкий. Ну, знаете, такой флакончик просто можно как бы для красоты купить в свой кабинет поставить. Ну, не обязательно им пользоваться. Или использовать как витраж. Видите, как он хорошо в один слой такой витражный. Сушим. Просушила минутку и при вас будем наносить второй слой, чтобы видели, как. А то я могу втихаря нанести слоев 10 и сказать, ой, какой он плотный, классный. Нет, вот видите, он даже в два слоя, он все равно витражный. Он просвечивается. Ну, можно его использовать как такой витраж с блестками. Тоже как вариант в какой-то дизайн. Либо на подложку, вот как у меня, допустим, белые жемчужные ногти. И сверху, если таким накрасить, они уже так не будут просвечиваться. Будет очень красиво смотреться. Да, не сказать, что я в восторге. Ну, знаете, за эту цену и за такое красивое оформление, я думаю, можно простить ему эту маленькую шалость. Еще второй проверим. Так, неплохой цвет. Вот на белом он очень красивый, он, кстати, совпадает теперь с цветом пузырька. Давайте теперь красный посмотрим. Это у нас номер 117. Может быть, этот поведет себя лучше. Да, вид он прям плотный. Ой, он правда, знаете, какой плотный. Смотрите, он вообще не просвечивается, его даже в один слой можно уложить. Не пойму, или мусор попался, или эта кисточка подвернулась. О, да этот вообще супер. Мусор, посмотрите, девчонки, он в один слой, он не просвечивается абсолютно. Классный. Давайте в два слоя сейчас просушу. Их ты, и подвел один. Надо было с этого начинать тестирование. Хотела еще зеленый заказать, красивый там есть с блюстками. А там еще и розовый, и коралловый. Короче, посмотрим. Так, сушила я почти 30 секунд, мне не хватило терпения. Потому что все равно тонкий растирочный слой. Но на клиентах так не делайте. Это я просто для показа. Посмотрите, какой он классный. Ё-моё. Ну, он реально классный. Он еще с такими блесточками и наносится так хорошо. Его тут даже не надо особо выравнивать, потому что он в тонкий растирочный слой. Классно лег. И очень плотный, в отличие от предыдущего. Ну, блин. Ну, вот этот точно могу сумело рекомендовать. То есть, 117 номер. А этот вот, если вам нужен витражный, пожалуйста. Либо на какую-то подложечку делайте. Тоже будет красиво. Ну, он просто прозрачный слишком. Видите? Так, ну все. На этом заканчиваю свой небольшой обзорчик. Вот такие у меня сегодня были покупочки. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Всего вам хорошего. И до новых встреч.